В удобных, на удобных креслах, стульях Для меня большая честь сегодня послужить вам Оказали мне такую честь, доверили поделиться словом И спасибо вам большое, пусть всех вас Бог благословит, да И Олегу Васильевичу разговаривали, он передавал большой привет Он всех вас любит, всех помнит и смотрит, наверное Знаете, Слово Божие говорит, что дом его мы Мы не просто здесь служим, приходим в помещение, где поклоняемся, что-то делаем, да По сути, Слово Божие говорит, что дом же его мы И поэтому от каждого из нас зависит, чтобы мы открыли свои сердца Открыли вот этот дом, чтобы Бог мог послужить Если ты сегодня не откроешь свое сердце, Бог не сможет войти туда Поэтому от тебя зависит И часто мы видим разницу, один принял, ушел, другой ничего не получил и ушел Есть вещи, которые не дают тебе что-то принять Откажись от этих вещей вначале Скажи, Господи, я не буду полагаться на свой разум, на какие-то вещи Просто я открываю свое сердце, чтобы ты зашел и служил От этого много чего зависит Слово Божие показывает нам, что мы должны быть угодными и пригодными для Царства Божия Должны быть угодными и пригодными для Царства Божия Но часто это означает, знаете что, не оставаться в том положении, в котором ты сегодня находишься Пусть у тебя лучшее положение Но пусть это тебя не обольщает Потому что в Боге лучшего настолько много, настолько больше, что ты даже себе не представляешь Апостол Павел говорит, чтобы стремились к лучшему То есть к небесному И он говорит, стремитесь к лучшему И я вам покажу путь еще превосходнейший И знаете, если ты станешь на этот превосходнейший путь Ты еще что-то превосходнее У тебя будет возможность войти Поэтому не обольщайся тем, в чем ты пребываешь Где ты находишь Стремишься к лучшему Если ты находишься сегодняшний день в худшем положении В худшем состоянии Так что ты уже на дне Я тебе скажу, это хорошая новость У тебя есть откуда оттолкнуться Многие не могут прощупать дно, чтобы оттолкнуться Но если ты дошел до дна, послушай У тебя хорошее время оттолкнуться и пойти вверх Знаете, есть одна наглая птица-ворона Это единственная птица, я вот недавно прочитал Единственная птица, которая впивается орлу в шею И начинает его там что-то там душить или еще что-то делать Но орел что делает? Он не борется с этим орлом Ой, орел что делает? Он не борется с этой вороной Он моментально взметается вверх И поднимается до того уровня, где уже вороне этой нечем дышать Она задыхается и оставляет этого орла И орел остается жив И мы сегодняшний день где-то завязались вот здесь Боремся с какими-то проблемами, с какими-то нужными С какими-то грехами, какими-то вот такими вещами Тогда как мы видим, орел не начинает раздумывать, ждать Пока он может быть как-нибудь перекусить свою челюсть Что вырваться Нет, он просто сразу взметается И мы по этому примеру должны поступать Попал в ситуацию Лети к Богу Взметайся к Его престолу И то, что душит тебя здесь внизу Задыхнется там у престола Божия Аминь На всех смотришь Сегодня много здесь людей, да Слава Богу Спасенные, красивые, классные, прощенные Может быть еще кто-то нет Но у тебя есть прекрасная возможность примириться И стать число таких людей И вы знаете, сегодняшний день вы являетесь светом и солью В том месте, где вы находитесь Иисус Христос сказал, вы свет мира Вы соль земли И ты являешься этим человеком И ты сегодняшний день являешься человеком Через которого вдохновляются многие У кого-то появляется надежда У кого-то появляется сила для жизни И это классно, и это отлично Знаете, мне нравится история блудного сына Он меня очень сильно вдохновляет Знаете чем? Этот парень Сделал много неправильно И он дошел до корыт Он дошел до того места, где ему вообще ни кушать Ни от свиней помоев Вообще ничего не давали Вот дошел до этого состояния Но мне нравится он чем? Что находясь в этом состоянии Он не повесил свои руки Он не взял, поставил на себе крест Или еще как-то с собой поступил Кто-то убивает себя Он начал думать Знаете, в том месте, когда он дошел до того места Где разум отказывается думать, шевелиться Или еще что-то делать Он начал размышлять Он просто пошагово начал делать анализ Слушай, сколько у отца моего избыточествует хлебом Наемники, вообще ни дети, никто И начал размышлять Встану, пойду к отцу моему Начал думать И встал, и пошел Мне нравится вот этот момент Мы часто доходим до того, что мы думаем правильно Но мне нравится вот этот переход И встал, и пошел Часто многие на этом останавливаются Не идут Но он начинает думать И поступает так И знаете, когда он уходил из своего дома Написано, что он пошел в дальнюю сторону То есть он ушел далеко В дальнюю сторону ушел Но когда мы читаем Библию Он решил возвратиться И когда возвращается Тут сразу отец встречается Знаете, вот только подумал И тут уже в объятиях отца Но раз он ушел далеко Значит и путь назад нелегкий был Правильно? Голодный, холодный, ободранный И он идет назад Из этой дальней стороны И всегда по дороге назад Есть возможность Есть искушение остановиться Где-то булочками попахло Где-то еще что-то Где-то какая-то наеда Кто-нибудь может быть Позовет дружище Может пойдем сюда Или еще куда-то Нет Он в своем сердце Принял решение Ободранный Порванный Опозоренный Но я иду к отцу Но я иду к отцу Послушай Если в твоей жизни Сегодня такой период Иди к отцу Пусть тебя никто Не заманит Какой-нибудь Булочкой Или еще какими-то вещами Или еще к отцу Общениями какими-то Продолжай Двигаться к отцу Иди в его объятия И то, что ввело тебя Ввергло в такую нищету И в такой позор Ведет тебя в славу Божию И мы видим Он приходит И отец благословляет Одевает Обувает Дает власть Дает силу И знаете Смотришь на этого блудного сына И он для многих Сегодня ориентир Он классный Он мужественный Он сильный И мы вдохновляемся Этим сыном Но знаете что Я думаю, что есть период В жизни каждого из нас По сути все мы блудные Сыновья и дочери Которые вернулись к отцу Но есть период В твоей жизни должен быть период Когда ты восхищаешься этим сыном Вдохновляешься этим сыном И часто Почему говорю период Потому что Многие застряли в этом Я был такой И всю жизнь он ходит Рассказывает Что он был блудным сыном Что он был таким Он был таким Вот меня Бог спас Еще что-то сделал Что хочу сказать Вдохновляясь сыном Мы забываем отца Ведь в конце концов Решение правильное Принял сын Но благословил Принял Обнял Дал власть и силу Кто? Отец Это нам должно что-то сказать Это нам Должно Скажем так На что-то намекнуть Даже Иисус Он говорил Отец мой Более меня Послушай Если ты Останешься сыном Что хочу сказать Если ты Останешься сыном Ты часто Будешь оставаться В нужде И зависим от отца Поймите Что я хочу сказать Иисус Он часто Молился Он часто Просил И получал Но были Случаи Когда он Молился И не получал Отче Да минует Меня Чаша сия Но впрочем Не моя воля Будет Но да будет Твоя Говорит Отче Зачем Оставил Ты меня Понимаешь Если ты Останешься Постоянно В положении Сына Ты постоянно Ты всегда Зачастую Будешь в нужде Потому что Ты будешь Зависеть От отца И у нас В жизни Должен быть Вот этот Переход Многие Застряли Те которые Уже Должно Должны Были Стать Отцами Они до сих Пор Сыновья И дочери И поэтому Смотришь Человек Может находиться Долгое Время Например Даже В церкви И он Требует Дай Дай Еще Что-то Кто-то Ему Что-то Должен Дома Находится То же Самое Мама Должна Папа Должен И так Далее И тому Подобное Но Друг В твоей жизни Должен Наступить Период Когда Ты сам Захочешь Стать Отцом Или Матерью Он Говорит Отец Мой Более Меня Сын Постоянно В положении Нуждающего Послушай Когда у тебя Есть Отец Ты можешь Видеть То Что у Отца И в принципе По праву Требовать Правильно Если я Сын Я по праву Могу Требовать Но я Вижу Все Что есть У отца Я Дальше Отца Ничего Не вижу И до тех пор Пока Отец Дает Пока Отец Благословляет Я могу Что-то Получать Но как Только Краник Перекроется Я Постоянно Остаешь Нужде Я могу Предъявлять Или еще Что-то Но Это Не работает Это тебе Все равно Не поможет Послушай Сын Он Видит То Что Есть У отца Но Отец Знает Где Источная Жила У серебра И где Плавится Золото Понимаете Отец Знает Где Источная Жила У серебра И там Где Плавится Золото Он Это Знает Сын Этого Не знает И поэтому Если ты Хочешь Скажем Так Не оставаться Нужде Хочешь Стать Человеком Который Благословляет Одевает Что-то Делает Наделяет Властью Ты должен Перейти Из состояния Сына Или дочери В положение Отца Я думаю Что это Мое мнение Я думаю Что Может быть Отец Этого Блудного Сына Сам В свое Время Пережил То В чем Находился Его Сын Это Мое Чистое Мнение Понимаете Поэтому Он знал Что нужно Делать В той Ситуации И Сегодняшний День Каждый Из вас Пережил Любовь Отца Прощение Милость Получил Власть Еще Какие 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 Вещи Это Говорит О том Что У тебя Есть Что Дать Ты Не Можешь Делать То Что Ты Не Видел У отца Своего Но Так Как Ты Пережил И Увидел Что То У отца Здесь Уже Вопрос Твоего Решения Захочешь Ли Ты Стать Отцом Или Матерью Захочешь Ли Ты Стать Тем Кто Благословляет А не Получает Благословение Недавно По телевизору Видел По Новостям Видел Показывают Там Новость Одну И Знаете Да в Армении Война Была И Дети Остались Без Родителей И Двенадцатилетняя Девочка И у нее Еще Там Брат И Сестра Еще Меньше Она С утра Остались Без Родителей В деревне Там Живут Она С утра Доит Коров Это Молоко Берет Несет На рынок Продает На эти Деньги Покупает Какую-то Еду И приходит И содержит Семью Знаешь Можно Посмотреть Там Ее Показали Она В платке Там В этом Можно Посмотреть И то Что она Делает Будет Выглядеть Как-то Неказисто Знаешь Ну Может быть Как-то Не Ну Не так Как бы Взрослый Сделал Да Но Знаете Что Когда Ты Смотришь На эту Ситуацию Попах Попахивает Геройство Попахивает Чем-то Мощным И Сильным Выглядит Может Как-то Не Так Поэтому Не Бойся Когда В твоей Жизни Что-то Может Быть Когда Ты Будешь Дед Как-то Не Так Но Послушай Запах Героя Учует Каждый Во Всяком Случа Здравомыслящий Попахивает Геройство И Поэтому Вопрос Того Что Стать Отцом Или Матерью Я Думаю Что Часто Это Не Вопрос Твоего Призвания Это Вопрос Твоего Желания Эта Девочка Отодвинула Гран Двигала Двинула Скажем Так Границы Отцовства И материнства Своим Поступком И Часто Это Не То Что Меня Бог Призовет Там Или Еще Что Послушай Сегодня Обстоятельства Такие Что Не Обязательно Чтобы Бог Тебя Призвал Бог Здесь Уже Все Сказал Все Прозрачно И Ясно Вопрос Твоего Желания Поэтому Если Ты Хочешь Стать Человеком Который Благословляет Наделяет Властью Изменяет Судьбы Жизни Твое Должно Быть Решение Стать Я Хочу Стать Отцом Я Хочу Стать Матерью Не Имия 9 глава В 10 стихе Написаны Такие Слова И явил Знамение Чудеса Над Фараоном И над Всеми Рабами Его И над Всем Народом Земли Его Так Как Ты Знал Что Они Надменно Поступали С ними И Сделал Ты Себе Имя До Сего Дня И Знаете Здесь Написано Ты Сделал Себе Имя До Сего Дня И Размышляя Над Этим Местным Писанием Я вижу Что Бог Определенный Период В народе Израильском Делал Что-то И Написано И До Сего Дня Ты Сделал Себе Имя Но Как Он Сделал Это Имя И Когда Я читаю Дальше Я вижу Что Ты Расек Перед Ними Море Защитил От Врагов Да Я Не Буду Все Читать В Столпе Ночью Освещал Им Путь Указывал Им Заповеди И Уставы Давал Справедливые И Хлеб С неба Ты Выдавал Им В Голоде И Воду Из Камня В общем Он Благословлял Этот Народ Поддерживал Помогал И Вел В Трудных Обстоятельствах В других Обстоятельствах Бог Всегда Был С Ними И Знаете Бог Когда Я читаю Я вижу Что Он Не Делал Он Делал Какие-то Вещи Которые Делали Его Имя Понимаете Бог Сознательно Не хотел Вот Сделать Вот так Чтобы люди Знали Мое Имя Вот Он Я Знаете Как люди Это Делают Поставить Себе Имя Чтобы Потом Все Все Это Время Имя Работало На Него Цель Такая Но Бог Делал Какие-то Вещи Мощные Сильные Которые Делали Ему Имя На Реабилитационном Центре Молитвенный Вечер Такое Поклонение Молились Это Первый Раз Мы Делали В Вардоне И Дима Брат Спрашивает Там Кто Старший Центра Таня И Саша И Дима Спрашивает Как ее зовут Я говорю Таня Это Саша И Там Девчонка Реабилитацию Проходит А Это Горит Ихняя Дочь Я Горит Нет Она Реабилитацию Проходит А Че она Горит Ее Мама Называет Я говорю Послушай Она Так Себя Ведет Таня Что Эта Девочка Ее Называет Мамой Понимаете Она День Делала Не Делает Себе Имя Она Делает Какие То Вещи Что У Людей Есть Определенное Обозначение Которым Они Обозначают И Бог То же Самое Он Не Делал Себе Имя Но Делал Вещи Которые Делали Имя У Нас Есть Прекрасная Возможность Стать Отцами И Матерями Но Есть Причины Которые Делают Нас Таковыми Или Не Делают И Мы Посмотрим Сейчас Чуть Поразбираем Эти Причины Одна Из Книга Иова 39 Глава Иова 39 Глава Попробуем Найти Нашего Брата Одна Из Причин Из-за Которой Ты Не Можешь Стать Отцом Или Матерью Я Назвал Синдром Страуса 39 Главе С 13 Чиха Читаем Ты Ледал Красивые Крылья Павлину И Перья И Пух Страус Он Оставляет Яйца Свои На земле И на песке Согревает Их И забывает Что нога Может Раздавить Их И полевой Зверь Может Растоптать Их Он Жесток К детям Своим Как бы Не Своим И не Опасается Что труд Его Будет Напрасен Потому Что Бог Бог Не Дал Ему Мудрости И Не Уделил Ему Смысла Знаете Вот Страус Такой Красивый Перья Появились Пух Появился Уже Что-то Из себя Значит Знаете Когда в церковь Человек Приходит Параз Что-то Получилось Он Уже Такой Симпатичный Классный Перья Пух Что-то Уже Прилипает Знаешь Можно Махать Может Быть В пуху Кого-то Согреть Но Он Говорит Он Оставляет Яйца Свои На земле И песок Согревает Их Знаешь Бог Дает Порой Тебе Людей Бог Дает Порой Посылает Кого-то В твою Жизнь Не Для Того Чтобы Ты Вот Там Где-то На песке Оставил Знаешь Я Понимаю Песок Греет Вот Многим Говоришь Там На улице Где-то Привел К покаянию Что-то Сделал И оставил И бросил Человек Встречается Он Больше Ничего Не Говорит Знаешь Бог Дал Тебе Вот Это Яичко Над Которым Ты Можешь Позаботиться Что-то Сделать Рано Или Поздно Это Яичко Вылупится Если Ты Будешь Заботиться Соответственно Кем Ты Станешь Конечно Станешь Отцом Или Путем Бог Дает Им Что-то Они Бросили Вон Там Солнышко Греет Создали Определенную Вроде Бо Атмосферу И я Вроде Бо Не При Делах Я Все Что Должен Был Сделать Но Послушай Солнце Не Всегда Греет Обстоятельства Не Всегда Будут Играть В Пользу Того Что Тебе Дал Бог Как Раз Таки Бог Дал Тебе Для Чего Потенциальная Возможность Стать Отцом Или Матерью Послушай Если Он Вылупится В конце Концов Наверное Дальше Так же Солнце За ним Будет Наблюдать Греет Что-то Делать Ты Не Сможешь Стать Отцом У Тебя Есть Потенциальная Возможность Когда Бог Дает Что-то Заботься Об Этем Взращивай Корми Тогда У Тебя Появится Способность Тогда Ты Будешь Знать Источная Жила Серебра Потому Что Мышление Отца И Мышление Матери Это Не Мышление Ребенка Это Совсем Другой Уровень Мышления И Тебя Это Должно Освободить Ты Не Должен Бояться Войти Это До Тех Пор Пока Ты Не Боишься Ты Не Увидишь Где Это Источная Жила Понимаешь И Вот Дальше Написано И Забывает Что Нога Может Раздавить Их И Полевой Зверь Может Растоптать Их Понимаешь Вот Забывает Ну Забыл Он Жесток Детям Своим Как бы Не Своим И Не Опасается Что Труд Его Будет Напрасен Потому Что Бог Не Дал Ему Мудрости И Не Уделил Ему Смысла И Мы Видим Настоящая Проблема В чем Нету Мудрости Нету Смысла Человек Не Видит Того Результата В Который Он Может Войти Он Не Заботится Он Не Переживает Что Труд Его Будет Напрасен Ну Что Толку Да Ты Довел До Яйца Но Дальше Остаешься Страус Нету Столько Мудрости И Написано А Когда Поднимается На Высоту Посмеваются Коню И Всадник Знаешь Такой Страус Идет Но Всадник Ж Голову Может Отрубить Две Секунды Но Зато Такой Вот Одна Из Причин Это Вот Как Раз Таки Вот Этот Синдром Страуса Вторая Коринфянам Третья Глава Девятый Стих Написаны Такие Слова Вторая Коринфянам Третья Глава Девятый Стих Я Без Гаджета Девятый Стих Показывает Что мы Находимся Вообще Где Мы Находимся В служении Каждый Из нас Находится В служении Но Слово Божие По сути Показывает Что мы Находимся В служении Оправдания И написано Ибо 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 Служение Осуждения Славно То Тем Паче Изобилуют Славою Служение Оправдания Ветхий Завет Закон Это было Служение Осуждения Когда Человек Сталкиваясь Законом Чувствовал Себя Виноватым Проблемным Новый Завет Это Служение Оправдания Даже Если Человек Чувствует Себя Виноватым Но Тот Человек Который Находится Служение Оправдания Он Выводит Его В положение Когда Человек Перестает Чувствовать Свою Вину Написано Что Служение Оправдания Но Служение Осуждения Но Служение Оправдания Оно Более Славно Здесь Показывается Преимущество И поэтому Мы должны С этого Служения Скажем Так Осуждение Которым Часто Пребываем Должны Перейти Служение Оправдания Но Обман Часто В чем Заключается Здесь Есть Тонкая Грань Потому Что И то И то Называется Служением И ты Не замечаешь Порой Как ты Сослужение Оправдания Скатываешься В служение Осуждение У тебя Все Виноваты Все Неправы У тебя Этот Не такой Другой Не такой Еще В каком То Состояние Послушай Если Он Не такой Ты Должен Перейти В другое И проблема Не в том Что он Не такой Проблема В тебе Что ты Не научился Еще Перейти Скажем Так Выходить Из служения Осуждения Служения Оправдания Ты держишь Постоянно На пульсе Над человеком И человек В твоем Присутствии Чувствует Свою Какую Неполноценность Он Как-то Не Не может Нормально Чувствовать В твоем Присутствии Почему Потому что Какими-то Вещами Может быть Всеми силами Своими Способностями Ты держишь Руку На пульсе Этого Человека Что он Не может Вырваться Из того Положения В котором Он Находится И это Очень легко Потому что В таком Положении Ты себя Чувствуешь Уверенно Ты Контролируешь Ситуацию Ты Держишь Все В своих Руках Так Легко Так Классно На этом Фоне Ты Всегда Выглядишь Красиво Но На самом Деле Служение Оправдание Оно Более Славно У меня Друг Который Давно Там Что-то В церкви У него Случилось Какой-то Момент Со Служителями И Сейчас Я не Возмусь Судить Чтобы Сказать Служителя Были Неправы Или Он Был Неправ Но Суть Проходит Более Там Десяти лет Пятнадцать Двадцать Лет Где-то Прошло Сейчас Он Восстановился В церкви Женился Недавно Все Классно Его В жизни Ну Вот Смотришь И брат И общаешься И хочется С таким Человеком Общаться Но В определенный Момент Он Спотнулся Оставил Ушел Там Какие-то Церковные Не знаю Вещи И Проходит Время Он Встречается С этими Людьми С этими Старшими Служителями Они Сейчас Там Большие Личности Скажем Так В духовном Мире Встречается С ними И они Спрашивают Ну Максим Как дела Все Классно И рассказывает Вот Ну Как Восстановился Как Прошел Вот Эти Вещи Через Разные Вещи Трудные Проходил Но Восстановился В церкви Все Классно Вот Ну В общем Рассказывает Вот Они Такие Рассмотрят На него Ну Ну Смотри Мы Тож Знаем Твои Грешочки Знаешь Ну Вот Ну Бог Простил Уже Ты Какое Право Берешь Судить Ты С какой Как Ты Умудряешься Вообще Сказать Этому Человеку Вместо Того Чтобы Вдохновить Благословить Что-то Сказать Обнять Красавчик Даже Если В твоих Глазах Он Был Виноват Но Ты Вырвался Из Знаю И знаешь Этот человек Если Я буду Такие вещи Позволять По отношению Кому-то Послушай Я буду Может быть Отчимом Может быть Мачехою Но Отцом Я никогда Не стану Эти вещи Эти вещи Не дают Нам войти В отцовство Не дают Нам Войти В призвание В котором Скажем так Даже не в призвание Не дают Не дадут Тебе войти В то желание В которое Ты хочешь Войти Войти